Продолжение следует... Почему мы сегодня об этом говорим? И тема эта не новая. Если вы знакомы с работами Выгодского, то вы там найдете эти же самые фразы, которые говорят о том, что дошкольный возраст самый синдитивный для формирования детей познавательных интересов и познавательных действий. Чуть-чуть поднимемся повыше от Выгодского. И я в начале 80-х заканчивала дефекологический факультет Ленинградского института по специальности дефлопедагогика. И одно из направлений работы дефлопедагога это было развитие зрительных курсов через познавательную деятельность. И мы сейчас еще ближе, в 2014 год, принятие в ГОС. В ГОС и вступили в Сирию. И мы там с Вами узнаем, что познавательно-исследовательская деятельность становится сквозным механизмом развития ребенка. Далее нам говорят о том, что эта деятельность не должна быть стихийной. Она должна носить предсказуемый, спланированный системный характер. Если кто знаком с моей работой, с программой звука в букве, то знаем, что она представляет системный характер по формированию звуковой, аналитико-синтетической активности, как предпосылки к обучению грамоте. Она состоит из четырех модулей. Раньше мы говорили из частей, теперь появился новый термин модуль. Это функциональный узел, в котором включена, в который преследуемые цели, которые мы ставим перед собой, решают определенные задачи. И это все определено названием книг. Мы их чуть позже не увидим. Это звуковая культура речи, это развитие панематического слуха, это развитие звуковубленного анализа, и это развитие интереса и способностей к чтению. В познавательной исследовательской деятельности формируются познавательные интересы, формируются познавательные действия и, как итог, познавательные способности. Если запомнили, что я вам говорила, четвертая книга называется «Развитие интереса и способностей к чтению у детей в 6-7 лет». Познавательные интересы направлены на открытие еще неизвестного. И действительно, вот эта программа, она знакомит... На первом этапе мы учим детей правильно произведения языка. Мы способствуем хорошему интонации. Звуковая культура включает ведь не только формирование правильного звукопроизношения, но она затрагивает эмоциональную сферу ребенка, ведущей поддержки детей. Дети знакомятся с новыми предметами, в которых встречается заданный звук. В 4-5 лет дети вообще узнают, что слова звучат похоже и по-разному. Дети узнают, что слова бывают длинные и короткие. Дети узнают, что звуки живут в предметах окружающего мира. И все это происходит познавательно и в следовательской деятельности. Но чтобы познавательная деятельность и познавательные интересы появились, мы должны давать не готовые знания детям, не просто информацию о звуках и буквах, а мы даем познавательные задачи. Или, как теперь мы говорим, игровые обучающие ситуации, которые ребенок должен разрешить. Мы все это увидим с вами на конкретных примерах и действиях. Вот просто пример. Нам надо установить связь и отношения между звуками и буквами. Это пример из моих книг. Это рабочая тетрадь от Адайя. Посмотрели. Сейчас мы увидим, что детям создается игровая обучающая ситуация, при которой им дается задание. Надо в пустые листочки написать слоги так, чтобы согласный при чтении произносился мягко. Перед этим прошло соответствующее обучение ребенку. Да, это занятие номер 17. Ребенок анализирует соответствующую ситуацию. Он уже знает, что звучание согласных звуков зависит от того, какая гласная следует за ним. Посмотрите, ребенок читает эти звуки, и согласные звуки у нас обозначены, чем синим цветом, твердые звуки. Ребенок, соответственно, пишет. Ля, ря, ньо, не, ньо. Все, сделали, читаем и проводим анализ. Далее посмотрите, что делает ребенок. Ему надо написать, как лечить коровы и как мяукает кошка. Есть ситуация. Пишем в клеточках. Сколько клеточек, столько и звуков. Записали. То же самое и с предметами. Уже появляется предложение. Ребенок читает предложение, создавая ситуацию. Прочитает, что случилось. И эмоциональный фон здесь присутствует. И яркие рисунки присутствуют. И далее мы анализируем, что предложение состоит из трех слов. Ребенок наглядно это видел. Мы спрашиваем, назови первое слово, назови второе слово, назови третье слово. Очень интересная работа, которую провела Щукина. Она выделила компоненты познавательного интереса. Я хочу напомнить, что мы отдельно вне учебной деятельности формировать эту методию. Посмотрели здесь. Эмоциональный компонент – это положительное отношение к деятельности, к процессу принятия решений. Как будет первые рисунки, яркие, красочные, они соответствуют. Это три года ребеночку, но, видимо, более сложные возраста, у которых тоже присутствует эмоциональный компонент. Да, паровозик. Как будет паровозик? Все дети вам хором отвечают. Мы включили познавательную деятельность. А вот дальше, что будет для детей, появились предметы, названия которых заданы звук ударный. Гусь, утка, курица, петух. И мы включаем детей тоже в познавательную деятельность. Мы говорим, что в этих словах живет песенка паровозика. И давайте попробуем произнести эти слова так, чтобы песенка паровозика была слышна четче, чем другие звуки. Познавательная деятельность, да. И дети охотно, да, по подражанию 3-4 года. Вся программа ориентирована на возрастные особенности ребенка. Понятно, уже в 6 лет такие задания детям предлагать не будем. Посмотрели на картинку слева, да. Вводим обобщающее слово игрушки, которые уже хорошо знакомы детям. Дети их называют, считают в производстве. И задание ко всей группе. Какая игрушка спряталась? Да, идет развитие зрительного внимания. И спряталась... Спрятался кто? Кукла спряталась. Просит всю группу произнести это слово так, чтобы песенка паровозика звучала четче, чем остальные звуки. А вот дальше совсем интересно, да. И пастушок, и коробки, и русская потешка. Вводим тоже ее деятельность игровых детей. Читаем рано-рано поутру пастушок туру-туру, а коробки в латвии музыки туру-туру. У нас существуют с вами золотые правила дидактики. Одно из золотых правил дидактики – это от простого к сложному. Они у меня очень хорошо выдержаны. Это павелово разработано Янам Амузом Канецким еще в 16 веке. Но давно уже. А новые правила дидактики, они мне очень нравятся. Его выпили разработчики ПГТ в 2010 году. Ну, а я об этом уже говорю с 95-го года. Это, что ребенок-дошкольник не должен знать, что его чему-то учат. Понятно, мы вовлекаем его в игровые обучающие ситуации действия. Раньше вы это просто называли занятие, потом вы знаете, что после ПГТ это стали называть. Обязательная образовательная деятельность, программа «Школа-2100». Это называется игровая обучающая ситуация. Мне это очень ближе и дороже. Хотя я не понимаю, почему слово такое доброе, хорошее занятие нам предложили убрать. Я его везде оставляю в своих книгах, потому что я все равно создаю игровые обучающие ситуации. Мне очень нравится, что мои книги – это не строгое следование тому, что я написала, это и ваше творчество. Приведу пример вашего творчества, то, чего у меня нет в книгах. Этим делятся слушатели курсов на семинарах. Вам сложнее с этим поделиться. А на семинарах просто педагог рассказывает, что она делает заданием номер 3. У меня девочки коробки, а мальчики пастушки. Девочки закинули му, а пастушки им играют уру-ру. Потом они меняются местами. Все занятие посвящено звуку «у». Но ребенок об этом не знает. Мы вырабатываем правильно четко радиуме, отцов на произношении звука «у». О том, что мы развиваем зрительное внимание и то, что мы учим произносить заданный звук в словах, во фразовой речи. Но для ребенка это потешка. Наши предки были очень умными. Посмотрите, потешка, а звуков встречаются чаще, чем другие. Вы найдете в книгах «Телебом, телебом, загорелся кошкин дом». Там ударный звук почти в каждом слове. Звук «о». Испекла нам бабушка сладкие оладушки. Масло поливало, дедушкам давало звук «о». Современные поэты тоже сейчас создают удивительные стихи на заданную тему, которые вы легко можете использовать, внося свои изменения и творчество в данное занятие. Нам 4-5 лет, да? Положительное отношение к деятельности, к процессу принятия решения. Посмотрите на задание номер один. Дети должны обвести только тех животных, которых колобок встретил в лесу. Учебная задача пошла. Игровая обучающая ситуация, да? Я предполагаю, что дети к 4-м годам сказку «Колобок» знают очень хорошо. А тема на занятии многообразия слов. Дети обвели, дети какие их животные обвели, ребенок четко называют, да? Зайку, волка, медведя, лесу. А как звучат эти слова? Они звучат по-разному. А здесь есть еще белка, ребенок вводить не надо. Это проблемно поисковый медведь. Учебная задача пошла. Это не задание обвести зайку, волка, лесу, медведя. Это задание, которое ребенок выполняет самостоятельно. И посмотрите на шарик в правом уголке. В это же время вводим самоконтроль и самооценку. И здесь же появляется новый метод моделирования. Мы о нем чуть-чуть попозже поговорим. А посмотрите, как ребенок знакомится словом-словом. Играем в группу, скажи словечко. Среди жирных голубей прыгал толщий. И на семинариях вся группа педагогов скандирует воробей. Мы задали вопрос, повторили слово. Уронила белка шишку, шишка стукнула, и вот тебе зайчишка. Писать мы не умеем, но обозначим словом в виде прямоугольника. Это один из методов познавательно-исследовательской деятельности. Интеллектуальный компонент связан также с развитием анализа и синтеза, обобщения, классификации, понимания причин и следственной связи. Посмотрите, здесь дети. Это уже у нас с вами приготовительная, старшая группа, рабочая тетрадь, отодая первые задания. А в виде только тех животных, название которых есть звук О. Да, игровая обучающая ситуация. Задание пошло. И опять смотрите, ударные звуки. Кошка, волк, слон. Зайку обводить не надо, потому что в названии этого животного нет звука А. Мы обобщили слова по признаку звука, да. Вот посмотрите, когда я работала с их лопедагогом, поверьте мне, я это начала разрабатывать уже с начала 80-х годов. Это ориентировка зрительного внимания на слуховое свойство предметов, да. Мы можем сказать, что... Или можно дать задание, там обведи только диких животных, кошку обводить не надо, потому что это домашнее животное. Тогда идет ориентировка на классификацию животных. В данном случае мы классифицируем заданные предметы животных по звуковому признаку. И у нас и кошка, и волк, и слон попали в одну группу. Волк, это животное жарких стран, волк, это дикое животное, кошка домашняя. Но по звуковому признаку в данном случае мы их относим к одной группе. Установление связи и отношения между слогами. Еще раз говорю, это пример из моих книг. А вот здесь очень интересный момент, это действие по аналогии. Мы детям показали, что надо делать. Всегда дали инстративный материал. Если бы не было картинок, ребенку 5-6 лет, это было бы очень сложно. Мы подсказали, соединить с логовой кубикитом, чтобы получили слова. И ребенок просвеживает взглядом и читает слово «рыба». Потом он находит лень, ищет слов, которые подскажут название одного предмета. Это осознанный перенос зрительного внимания с одного объекта на другой. В данном случае объектом является кубик, на котором написан заданный ссылок. Ребята обожают эти занятия, выполняют их с огромным удовольствием. А вот посмотрите, здесь установление причинно-следственных связей. Это уже занятие 12, у меня учитель пройдет, а-да-да-я. В правом домике, в домике, слева, чтобы не запутаться, дети читают ла-ма-на-ра. Они знают. А вот рядом появился другой домик, и на крыше написано букву «я». Дети должны написать в пустых окошках букву «я». Сначала по пунктирным лидиям, здесь задача обучения, а далее они читают ля-ня-ня-ря. И сразу как бы в ступор, да? Мы спрашиваем, почему согласные звучат по-разному. Поверьте мне, опыт у меня классальный работы с детьми. Дети, есть дети, обязательно в группе найдется один-два ребенка, которые сделают вывод сами. Почему это произошло? Да потому что после согласных написаны разные гласные буквы. То же самое мы делаем на примере со словами «мал-ня-л». Первая и последняя буквы одинаковые, а в середине разные. И от этого изменился не только смысл слова, и не только звучание, но и смысл. Ну, а здесь просто установление связи. Дети должны написать под каждым предметом букву, с которой начинается его название. Это установление связи, конечно. Ребенок произносит «я» только и пишет букву «я». Ребенок произносит «я» и пишет букву «я». Ребенок произносит «ящерица» и пишет букву «я». Задание выполнено. Познавательный интерес развиваем. Регулятивный компонент. А вот здесь, что меня очень удивило, регулятивный компонент, он относится к предпосылкам учебной деятельности. Я сегодня не включила это в свой вебинар, а вот в предыдущем мы говорили, что одной из задач Федерального государственного стандарта является предпосылка учебной деятельности. Да, формировать ПДД, предпосылок учебной деятельности. Это входит и в закон Российского, закон Российской Федерации об образовании. Вот посмотрите, регулятивный компонент – это принятие решений, отношение к результатам деятельности, которое определяется самой оценкой и самоконтролем заданной деятельности. Вы уже все задания видели, они же все, ребенок самостоятельно принимает решение, как он будет выполнять то или иное задание. У меня нет строгой инструкции. Посмотрите, задание номер один. Это подготовительная группа. Тема занятия 6, я его обожаю. Назови название предметов, то есть назови картинку одним словом. Дети говорят, игрушки, напиши название этой картинки. И дети пишут. Можете включить разноцветные карандаши. Глазные пишем красным, сейчас мы к моделированию вернемся. Твердые согласные тянем, мягкие согласные с зеленым. Также с названием предметов. Приняли решение, да? Посмотрите, я обожаю задание номер 3. Ушинский писал о том, что детям на первоначальном этапе обучения чтению надо предоставить такие задания, чтобы он захотел читать. Ребенок работает уже со значками. Читай, пиши, соединяй. Они сами формулируют задачу. Но чтобы написать слово, надо обязательно прочитать, что написано перед этим. Дети с трудом, с трудом читают меховые игрушки, шиты и... Ну, мишка, если не знает, из чего шитая. Далее, деревянные игрушки сделаны из дерева, и резиновые игрушки сделаны из резины. Даем предметы красочные, да? Много слышать о левом, правом, полушарном. Обучение. Понимаете, отдельно нельзя левое и правое развивать. Полушарие всегда работает вместе. Мы же не можем с вами отключить мозг свой, разделить его на левое и правое полушарие. Но левое полушарие логическое, это буквы, знаки. Правое полушарие мы эмоциональную сферу больше затрагиваем, да? Поэтому всегда будут красивые, яркие, красочные игрушки. Это эмоциональный компонент в работе с детьми дошкольного возраста. Извините, пожалуйста, не остановилась на очень важном моменте моей программы сначала самоконтроль, а потом самооценка. Просто напомню, все это в книгах написано. Найдите в интернете. Я это все сделала в середине 90-х, в начале 2000-х годов. Сейчас педагоги новые творческие идут гораздо дальше меня. Они уже создают технологии самоконтроля и самооценки. У меня это были просто действия. Вот смотрите, ребенок выполнил первое задание, да? И он должен выразить свои отношения. В модели, учебно-дисциплинарной модели мы оценивали действия ребенка. Ты позанимался плохо, а ты позанимался хорошо. И мы не объясняли детям, что значит хорошо, что такое плохо. Что здесь происходит? Вы говорите ребенку, вы должны написать в ней слово игрушки. Если все квадраты заняты, то задание выполнено правильно, да? Квадратиков столько, сколько букв в заданном слове. Ошибок там практически быть не может. Мы развиваем звукобуквенный анализ. У меня на практике практически не было. Если они все правильно написали слово игрушки, они рисуют себе зеленый кружок. Мы взяли сигнал от светофора. Зеленый путь открыт, можно идти дальше. Красный кружок покажет сигнал тревоги. Это ваша задача. Понять, почему ребенок ошибся. Он не понял задания или он не соотносит звуки с заданной буквой. Или он не знает, как пишется буква. Ребенок, прошедший обучение, понимаете, вносит темно-деятельностный подход. Я уверена на 100%, что дети, прошедшие обучение, в тетради, а я здесь всегда все выполню правильно. Поэтому нельзя давать детям задания сразу... Понимаете, деление по возрастам условно то, которое стоит на моих книгах. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Сейчас пишу плюс. Когда я работала, мне писали плюс. Я всех призываю читать рубрику от автора. Я там об этом пишу. Что если ребенок не знает, как пишутся буквы, или их выставите на доску, или... Ну, это уже ваше творчество. Я предполагаю, что дети выполнят. Ну, мы все посмотрели. Нижнее задание, мы к этому вернемся. Это уже идет подготовка руки ребенка к письму. Твой хвостик я в руке держал, ты полетел, я побежал. Мне часто говорят, а зачем нарисовали шарик? Ну, просто, наверное, я понимаю, что дети 6-7 лет отгадают загадку, это быстро. А потом мы ее рисуем. Идет знакомство идет знакомство с широкой и узкой строкой с понятиями, да? Шарик рисуем в широкой строке, а хвостик в узкой. Творческий компонент. Самостоятельный перенос ранее усвоенных способов деятельности в новую ситуацию. Вообще это называется способность. Вот мы как-то путаем, забываем где, что. запутали, честно говоря, у меня весь рынок. Я всегда говорила, что способность – это умение перенести полученные знания в другую обстановку. Это уже новая книга «Установление связи звука с буквой». Это тетрадочка. Ну-ка, буквы отзависим. Там создана ситуация, когда есть предметы, ребенок должен определить первый звук названия каждой картинки и соединить с соответствующей буквой. Здесь обучения уже нет. Это для детей, хорошо усвоивших программу, доп. комплект, и которые желают еще в этом потренироваться. Второе задание – собачка. Посмотрите, здесь собачка уже держит заданную букву, да, вводим эмоциональный компонент и игровая обучающая ситуация. А оказывается, что есть предметы, в названии которых нет звука, буквы, соответственно, звуку. Зонт и замок обводить не надо. И вот тоже здесь мы говорим детям. Дети или ребенку, с кем вы работаете, обвели самолет, стол и потерял самки. Три предмета. Почему не обвели зонт и замок? Потому что в этих названиях предметов нет звука, и, соответственно, собака держит не только в ком. Познавательные действия связаны, еще раз говорю, с познавательными интересами и способностями. Вернулись уже примеры, привяжу из группы 4-5 лет, когда детей знакомились с тем, что в словах живут звуки окружающего мира. Хлопаем, бегаем, все узнали, назвали много слов. А теперь даем задание, еще на ориентировку зрительного внимания, на звуковое свойство предмета. Снежилка, ножницы, ежик. Эти три предмета надо обвести, зайку-весу не обводим, потому что в названии этого предмета нет, этих предметов нет, песенки жука. Может произойти вот что, посмотрите, многие педагоги мне рассказывали из-за опыта. Для меня это ежик. Дети могут сказать ежик. Это не его ошибка. Если он обвел только снежинку и ножницы, спросите, почему он не обвел ежика. А он вам скажет, это не ежик, это ежик. И тогда мы слышим звук шем. Мы, по идее, эти слова для анализа не должны давать. Но иногда вот дети поступают не так, как нам кажется, и называют предмет. Если ребенок обвел только два предмета и объяснил почему, то он задание выполнил правильно и может рисовать себе зеленый кружок. Очень важно в познавательных действиях это обобщение и классификация. Это вообще то, что относится везде. Это же и в математике у меня проходит. Обобщение до числа, цифры, знаки, части суток, времена. И обобщение это эмпирическое мышление, когда мы учим детей классифицировать предметы по заданным признакам. Пожалуйста, игрушки, фрукты, посуда. А нижнее задание, посмотрите, интересно, надо закрасить только гласные буквы. Учебная задача пошла? Пошла. Ребенок сам принимает решение? Сам. Но для этого он должен произнести, правда, каждый заданный звук. Немножко назвать каждую букву. А гласная, Р закрашивать не буду, О закрасим, Э закрасим, И У закрасим, потому что это гласные буквы. Но перед этим мы, естественно, познакомили людей, что же такое гласные буквы. Обобщение классификации можно давать, когда произойдет процесс учебной деятельности. Здесь первая часть почему-то повторилась, но не поняла. Мне очень нравится задание с зайчиками с незайкой. Посмотрите, зайка и незайка нарисовали схемы к названиям одних и тех же предметов. Но обоим выполнение задания правильно. Почему? Учебная и игровая ситуация. Есть процесс интереса. И ребенок сам должен принять решение. К моему великому счастью дети принимают решение куда быстрее, чем на моих семинарах, когда я это задание даю выполнить вам. Думаю, вы тоже немножко встали в ступор. Но потому что русский язык очень удивительный. Зайка назвал предметы банан, морковь, утюг. Два слога. А не зайка назвал их ласково. Бананчик, морковка, утюжок. Понятно. Идем дальше. Здесь тоже вот вернулись в той же картинке выявления и установления закономерностей. на другом материале, да? Ла-ля. Ма-ня. На-ня. И ребенок. Это демонстрационного материала. А та картинка была из рабочей тетради. Они чуть-чуть отличаются одна от другой. Дети решают задания и заняли задания по-разному. А вот теперь мы пришли к самому, на мой взгляд, сложному. И одному новому методу обучения. Но он не очень новый, девочки. Он был разработан Эль-Конином в начале 60-х годов прошлого века. Для чего Эль-Конин взял моделирование при изучении звуковой структуры слова? Вы помните гласный и красный квадрат, твердый и согласный и зеленый квадрат и гласный и красный квадрат. Я первая в практике эта инновация вела моделирование со средней группы. Потому что, когда идет ознакомление со словом, мы даем понятие слова довольно длинные и короткие и тут же вводим понятие слог. Умение делить слова на слоги. Посмотрите, вы заглядите потом в интернет, у меня нет времени об этом говорить. Просто запросите интернет, что такое моделирование в дошкольном возрасте, как метод обучения. посмотрите, моделирование это преобразование объекта в модель, где выделены существенные характеристики объекта. Это определение в общем-то рекоменном. Готовясь к вам, я тоже еще раз запросила интернет, который говорит, ой, нашлось там 20 миллионов ответов. Мне становится страшно. Но среди 20 миллионов ответов я нашла вот буквально недавно, я вам его просто зачитал. Мне это определение очень понравилось. Оно, ну вот я его нашла уже в 18-м году, а не в начале 2000-х. Это перенос характеристики с одного объекта на другой, специально созданный для обучения. Белка рядом прямоугольник, да? А дальше что пишет автор? Это автор Краевский. Он пишет, что модель помогает абстрагироваться от признаков и свойств предмета, а дает возможность сосредоточиться только на слоговой, звуковой характеристике слова, да? Мы же там белка-рыжая, заяц серый, лёжик-колючий. Мы не говорим об этом. В данном случае, на данном этапе обучения в развитии моей программы мы анализируем слова с точки зрения звуковой и слоговой структуры слова. Вели прямоугольник, слово линейно. Люди так договорились. Это сенсорная культура человечества, да? И вот красные квадраты это тоже сенсорная культура человечества. И если вы знаете буквари первого класса, дети идут в первый класс, они же там тоже работают и со слоговыми моделями, и со звуковыми моделями. И там та же самая установка нагласные, согласные, мягкие, твердые. Посмотрите на картинку справа. Грач неделян, потому что в названии предмет один слог, в огонь два слога и ромашка, ромашки три слога. Это слоговые модели. Это очень важно. Модели сейчас вводятся повсеместно в обучение детей дошкольного возраста. Посмотрите мои тетрадь, я решаю ритметические задачи. Мое поколение никогда не решало задачи с помощью моделей. Сейчас это один из методов развития мышления ребенка. Это нам надо познавательный интерес, интерес к слову. Ильконин еще в далекие годы очень хорошо написал. Нельзя анализировать то, чего не видит никто. Никто не видит слово мама, слово там снег, ежик, да? А мы создали модель и его увидели. Смотрим, да? Привожу примеры моделирования слов «малина» и «мина». И вот тут можно уже сравнивать два слова, да? Чем отличаются эти слова друг от друга? Мы не спрашиваем, чем отличается слово «малина» от слова «мина», да? Мы звуковую структуру слова анализируем. И глядя на модель мы можем сразу сказать, что в слове «малина» шесть звуков, а в слове «мина» пять букв, да? Пять звуков, да? Буквы и звуки, помним, да? Не путаем разницу. Если мы анализируем звуковую характеристику слова, это одно, буквиное это другое. Мы можем сказать, в каком слове звуков и букв больше или меньше. Мы можем сказать, где больше гласных, где больше согласных, Ребята очень любят такие работы. Теперь немножко об эксперименте. Метод эксперимента разработан под Яковом наверное в 70-80 годы прошлого века. Метод экспериментирования я его очень люблю. В данном случае здесь мы говорим о методе эксперимента в грамоте в работе со словами. Задача эксперимента получения новых сведений о том или ином предмете. Ну объекте предмете в данном случае слово, да, мы его называем предметом. При этом у детей должна быть ярко выражена установка на получение чего-то нового неожиданного. Смотрим картинку один, это средняя группа. Найдя ошибки в стихах и рисунках, да, почему говорим использование с методическим пособием. В методическом пособии написано не знаю сочинил стихи, художник не заметил ошибки и нарисовал вот такие смешные рисунки. На островах налетел ураган, на пальме остался последний даран. Да, это вызывает конечно эмоции, смех детей, они смеются над картинкой, вопрос к ним, что произошло, что растет на пальме, банан. И тогда мы начинаем анализировать два слова баран-банан и обнаруживаем, что звуки просто поменялись местами. Жучка в утку не доела, неохота не доела. Дети вдруг почему-то не поняли, у меня это не понимают родители. Это развитие пневматического слуха детрась. Я, когда работала в центре комплексного развития и наступала на собрание перед родителями, это было очень смешно, слава богу, с педагогами этого не происходит. Да, сидит группа родителей и рассказывая о версии 4-5 лет и говорю, я вам не буду объяснять, что такое пневматический слух, давайте с вами поиграем. И я им читаю сихотворение. Тает снег, течет ручей, на битвях полно врачей. Видели бы вы в это время лица родителей. Никакой улыбки не имеют, что, ну и ничего интересного в вашем сихотворении. Хорошо, идем дальше. Ой, кричат вокруг хозяйки, в огород забрались майки. Опять тишина, гробовые лица у родителей вызывают. У меня просто шок. Тогда я говорю, в огород забраться майки могут, тогда они начинают смеяться. Подберите нужное слово «зайки». Майки, зайки, звуки поменялись местами. Понятно, что происходит. И тогда я родителям говорю, я сделаю все, чтобы у ваших детей панематический слух был развит. Панематический слух это основа грамотного письма в дальнейшем. Играем в игры более сложные, но это уже дети 5-7 лет. Дети должны написать в красных квадратиках в словах справа буквы так, чтобы получилось новое слово. Билет, балки, бочка, грач, зверь, дуб. Предметы тоже даем. Уверена, что дети без иллюстративного материала задания не выполняют. Я им всегда еще объясняю, что картинки нам в этом помогут. потому что они ищут. Все. Вот мы немножечко остановились на том, что такое познавательные интересы, познавательная деятельность, что это сквозной механизм развития ребенка. Это происходит и на математике, и это у вас будет происходить на занятиях по изобразительной деятельности, да. Когда вы лепите по сказке голову, когда вы делаете аппликации, сейчас оригами, внедряются, сейчас пластилиновые аппликации. У вас такие возможности, которых не было у моего поколения. Я иногда очень грустю, что сейчас не работаю с детьми. Ну, у меня сейчас ваша аудитория, взрослые, мне с вами тоже очень интересно так же, как было в работе с детьми. Поэтому программа это что делать? И мы сейчас посмотрим, если хорошо знаете, в ГОСе, когда-то я это называла наглядно-методическое сопровождение программы, потом ПГТ нам предложило называть учебно-методический комплект, сейчас в ГОСе вот этот комплект называют организационно-методическое сопровождение программы. Это вообще-то мы написали, что это инструмент организации познавательной деятельности детей. Вообще это необходимые условия реализации любой программы. А вообще все это вместе у меня за 20 лет выросло в мощную педагогическую технологию, потому что я даю ответы на вопрос, что делать в программе, как делать в методических способиях, в рабочих тетрадях, я даю вам возможность дать материал, чем делать, тем самым сокращая время на подготовку к занятию, подбор речевого материала, подбор дискуртных ноток, подбор картинок и т.д. В 95-м уже говорили о педагогических технологиях, но почему-то жаль, что это фабгозик не прозвучало. Мы уже живем в век этих технологий. А посмотрите, в 90-м заглядите в интернет, напишите, что такое педагогическая технология. Нашлось 300 миллионов ответов. Я собираю, я очень люблю собирать разные мысли людей в одном и том же. В 95-м первое самое было легкое определение, что педагогическая технология это планомерное последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса. Думаю, как бы здорово. Следим дальше. У моего поколения были методические тетради. Рабочие тетради это новое явление 2000-го года, конец 90-х. Первую рабочую тетрадь знаете, кто нам подарил, за что я и безумно благодарна? Людмила Петерсон. Вы понимаете, 95-й год очень давно, 23 года назад. Многие из вас тогда точно в дошкольных учреждениях не работали. А следующие я сделала свою рабочую тетрадь. То есть я пошла как бы по ее стопам. В 2000-м году министерство уже писало рабочая тетрадь становится обязательным элементом школьного образования. Мне очень еще нравится подгос, и мы с вами знаем, что участниками образовательного процесса является родитель, ребенок и мы с вами педагог. Многие сейчас продолжают эту тему, кто же является участником образовательного процесса, пишет, что участником образовательного процесса является, но мне часто отвечают на семинары, сейчас я вас не слышу, это хороший учебник. И согласитесь со мной, если методическое пособие и хорошая рабочая тетрадь, то успех обеспечен. Я вам наизусть произнесла, что такое педагогическая технология, цитата на определении 95-го года, но у меня практически есть каждый год, буквально вчера нашла потрясающее определение, я думаю, вы его найдете. Технология это особая структура изучения материалов, определенный набор приемов, методов, последовательности действий педагога и ребенка. Учебные задачи, которые представлены в ней, это инструмент действий, способствующий развивать познавательную деятельность. Решаем учебные игровые задачи, ребенок учится в первую ситуацию. Это 2017 год, посвящена статье в журнале «Российское образование», я ее прочитала с огромным удовольствием, но обнаружила все эти показатели в своих книгах. Программа моя рассчитана на 5 лет обучения, начиная с 2-х лет. Вот этот целый комплект, я вам показываю комплексность и набор. Мне очень еще нравится то, что говорит наука. Проект никогда не остается в том виде, в каком его задуман автор. За 20 лет моей работы автором, будучи автором, лектором, у меня проект из 8 книг превратился в 28 пособий и к грамоте, и к математике. И это творчество мое, и, наверное, совместное с вами, потому что вы просили написать, что вам не хватает. И вы поддерживаете этот проект, работая, приглашая, я провожу семинары. По грамоте я провожу семинары уже не только в России, но и за рубежом в русских школах. Дети билингвы и мои книги педагоги выбрали для меня к моему великому удивлению для занятий детьми билингвами. Я вот 20 апреля вылетаю в Рим, недавно я вернулась из Трасбурга, города Ворезе, а читала я лекции уже в Испании, в Италии, в Нидерландах, в Норвегии. То есть оказались книги очень... А потому что ребенок билингвы, книги-то я прожила все же из Москвы, естественно, книги писала для детей, хорошо владеющих русским языком. Ну вот даже для детей, которые два языка изучают чуть ли не с двух-трех лет, оказавшись в стране пребывания, для русского языка они берут мои книги. У меня было очень интересное приглашение. Забавно, в какую школу сейчас я вспомню, не Оксфордскую, а... Ну ладно, школа, в которой дети с пяти лет изучают английский язык. Сейчас вспомню, какая школа. У них преподают педагоги из Англии английский язык, и один день в неделю они учат русский язык. И русский язык они учат по моим книгам, вот уме читать, писать и прочее. Вот... все. И так как у нас очень мало с вами времени, у меня семинар обычно бывает 4 часа, 8 часов, 3 года у меня был авторский курс днём 36, поэтому призываю самообразовываться внимательно читать введение или рубрику от автора, как я ее называю. Я там подробно, подробно, шаг за шагом все объясняю. На семинарах часто сталкиваюсь с тем, что в эту рубрику не читаете, потому что вы меня просите ответить на вопросы, которые я четко и ясно изложила в рубрике от автора и вообще в самой программе по звуку буквы, что надо делать. Поэтому небольшие, просто, как на мой взгляд, выбрала самые интересные по одной картинке из каждой книги. Все книги по 64 страницы, по 32 занятия, поэтому рисунков и картинок очень много. Пожалуйста, вы с гусятами, да, нам 2-3 года. Посмотрите, у меня нет детей 2-3 лет, да, а наглядное пособие. Вот ножнички, отрезали картиночку, дали ребеночку, и здесь гусь очень громко, га-га-га, гусята маленький, тихо, га-га-га. И здесь я проверил тоже грамматически правильно, именно речь. Гусят много рядом с мамой, один гусенок ушел далеко, проведите ему дорожку, по которой он найдет маму и свои гусят. Понятно, литературные тексты, да, это очень важно. Поместила всего одно стихотворение Татьяны Шарыгиной, я надеюсь, что вы эту поэтессу знаете, она успешно уже более 20 лет издается в издательстве, мы с ней сдавались в гноме на первых этапах в начале 90-х. Сейчас мы вместе издаемся в издательстве творческий центр Сфера, она любезно разрешила использовать мне свои стихи в моих книгах, я обожаю ее стихи, найдите, детстве, не знала, но не думала, на семинарах ни разу не была педагога, которая не знакома с ее творчеством, рыбы, какие они, птицы, какие они, деревья, какие они и так далее. Послушайте, на мой взгляд, она изумительно пишет, и это похоже на потешки русского народа. Дождик песенку поет, знает, она здесь живет, он поет, и кап-кап-кап, что же ты не спишь никак, дождь бай-док, и бай-бай, спи, она здесь живет, скажем, она называется потешка народная, позволяет любое имя ребенка использовать, посмотрите, от звука подражальных словам, кап-капает дождик песенку, включаем ребенка в деятельность, вызывая ему нога, посмотрите, какая Анечка спит, за окном ночью, а у него любимая дружка рядом, а на всякий случай зонтик, поговорите с ребенком, А как у неё ваюкает? Вай-вай, спи о ней, засыпай. Не знаю, мне очень нравится. Ну, вот вторая младшая группа, основной наш комплект. Итак, мы начинаем. Почему была цитата Ушинского? Вы знаете, я вважно один раз в Калининграде приняла участие в конференции «Традиции, опыт, взгляд в будущее». Сейчас будет, к сожалению, не могу выехать в Льву. Там проходят очень интересные слова, переставленные. «Взгляд в будущее через традиции и через опыт». Меня туда пригласили, но я в это время куда-то ещё нечу. По времени просто не могу. Традиция. Давайте посмотрим, что нам предлагал наш великий Ушинский. Приучить детям к отчётливому произношению звуков. Это первый этап. Это и есть звуковая культура речи. Поверьте мне, все наши программы и даже на сегодняшний день строятся на том же принципе, на тех же задачах. Что мы делаем? Будем учить. Почему-то как-то так. А, всё. Та же моя любимая картинка со звуком «Удар». Приучать детям к чётливому произношению звуков. Поймите, в советское время был институт недошкольного воспитания. Мы этим очень гордились. Мы говорили, что мы единственная страна, которая имеет такой институт. И вот все программы строились на научной паре мощной. Были же имена, да. Это... О, Господи. Ну, много. Психологи — это иконы под Яков. Вот то, что как бы я связана с их работами в работе. Пожалуйста, Ушакова, да, Оксана по развитию речи. А вообще-то репи по развитию речи — это Сахин. По математике была Лешина. Я на Смелу пришла. Не клинала. И моё поколение очень долго работало по книгам. Не клинала. Вы знаете, что я делала? Я сохраняю традиции. Я это перевариваю через свой опыт. И заглянула немножечко в будущее, да. Методы моделирования, методы экспериментирования. Метод самоконтроля и самооценки, который органически вливается в учебную деятельность. Сейчас я на курсы читаю, и вы загляните, навыки 21 века. Я начала новый проект по математике. Если Господь позволит, я его закончу. Сейчас у нашего поколения было мышление наглядно действенное, наглядно образное, биологическое и абстрактное, мы бы что называли, да, от живого содержания к абстрактному мышлению. Цитата Ленина, но на мой взгляд она гениальна. Это в математике, да, сначала 3 яблока, 1, 4, а потом в уме 3 плюс 1 равняется 4. И также сначала отдельные буковки, потом слоги, потом слова, потом предложения, потом рассказы. Потом мы с вами уже читаем книги без картинок, и они нам как бы уже отзывали и нужны. Сейчас всё меняется. Посмотрите, вот то, что я сейчас вам показывала, появилось в начале 2000-х мышление эмпирическое и теоретическое. То есть мы уже это ввели, теоретическое. Просто приведу пример, я буду в чем-то из математики. Дети, сколько будет 2 плюс 2? 4. Какие структуры мозга включаются в работу? Только память, да, всем известно в этом мире. Мы даже не задумывались, почему 4. А сколько ушей и двух ушей? Ответ тот же самый. Но ребёнок включает другие структуры. Первое, он использует знания, которые знают, да, что у каждого мышонка 2 муха, а у двух уже 2 плюс 2 равняется 4. У меня есть потрясающая занятия, вот это математика, я, к сожалению, не знаю в другом из-за них, поэтому вебинара здесь не будет, в такой сфере. Представляете, вот представьте картинку, кто работает, знает, забор из-за забора торчит 4 уха. Вопрос родителям, сколько зайцев за забором? Поверьте, у меня ни разу не было, чтобы кто-то из родителей не крикнул 4. Ха-ха. Почему? Ну, потому что на первое место в развивающем обучении выходит умение понять учебную задачу. Родители услышали, сколько мыслей ушла. Если бы я спросила, сколько ушей торчит из-за забора, то есть торчит 4, а за забором зайцев 2. А вот дальше включается критическое мышление ребенка, нет, креативное, сама никакая сейчас разбираюсь, развлечения между критическим и креативным. Смотрите, у меня 2, да, торчит 4 уха, значит, за забором 2 зайца. Веду семинар, и вы у меня творческий, в отличие, может быть, даже от меня уже. И педагог, ну, я рассказываю эту ситуацию, ребенок пишет, что 2 зайца за забором. Педагог поднимает руку, я семинары веду очень активно. Понимаете, то, что сейчас с вами, это не семинар. Семинар – это диалог, когда работаете вы и я. И педагог поднимает руку и говорит, у меня, Владимировна, а у меня мальчик сказал, что за забором 3 зайца. Я говорю, а вы что сделали? Я бы сказала, нет, за забором 2 зайца, я бы садила бы его. Она говорит, нет, я решила спросить, почему он так думает. Знаете, что ответил ребенок? Вы мне иногда хор на семинарах говорите. Он сказал, один ребенок спит, и его уши не видно из-за забора. Это потрясающий ответ. Это то, чего не было у нашего поколения. Надо давать несколько ответов к одной картинке. Загляните в навыки. Вот у вас перспектива взгляд в будущее. Сейчас будут нужны люди будущего, креативные, и люди с критическим мышлением. Вот когда я писала свои книги, я работала в парадигме еще немножко учебно-дисциплинарной модели. Парадигма развивающего обучения и парадигма развития креативного мышления предлагает учить детей задавать вопросы или отвечать на вопрос к урасному. Вот посмотрите, основная группа детей, да, сообразила и говорит, что у вас зайца за забором, потому что 4 уха. Ребята, а может быть кто-то думает по-другому, а может быть можно ответить на этот вопрос по-другому. И если мы это примем в своей работе, в новой, то мы входим в 21 век. Мы учим детей сначала задавать вопросы. Мы же ведь с вами тоже не умеем задавать вопросы. Мне на семинарах практически не задают вопросы. Ну, первое, я всегда воживею, говорю, вы, наверное, просто боитесь. А второе, знаете, есть у Конфуция, по-моему, что на вопрос может, вопрос может задать только тот, кто владеет хотя бы 60% информацией. И у меня иногда складывается, что вы этой информацией не владеете, особенно по ВГОСам. Ну, и я немножко понимаю, почему это происходит. У меня сейчас как бы это моя работа. Я взяла, она здесь в ВГТ, взяла, она здесь в ВГОС. С вами немножко сложнее, потому что вы занимаетесь как бы другим. Но я вам помогаю как бы понять, что происходит. И в своей книге это уже вожжет. Поэтому задача, вот как бы, критическое мышление, это мышление на поиск ошибок. Вот, понимаете, мы забываем, что делали до нас. У меня есть книга, к счастью, Ильковина. И он еще, у меня книга, в 93-го года, разрабатывал он это еще раньше. Он писал, что детям надо предлагать задания с ошибками, чтобы они искали эту ошибку. Я интуитивно сделала в математике. Просто приведу пример. В грамоте, к сожалению, мало. Но сейчас я над этим работаю, над новой книгой, которая тоже будет, видимо, называться на такие грамоты, где буду детям предлагать задания с ошибками. Но это и я вас нацеливаю. Вы должны прийти на смену нашему опыту. Но не забыть про него, не забыть про традиции, не забыть про мой опыт, опыт Журовой, опыт Иунина. И уже вносить свои инновации. Просто быстренько пример из математики, он у меня там потрясающий. Сидит ворона и держит в клюве цифру 3. А рядом нарисована елочка, на которой две шишки. Задание детям правильное, и ворона посчитала шишки. Представляете, что в мозгах у ребенка происходит? Первое, он должен соотносить число и цифру и уметь посчитать. Нет, кричат дети. А почему нет? Потому что на елке две шишки. Что надо сделать, чтобы ответ вороны был правильный? Помогите ей. Ну, они там кричат, дорисовывают, одну шишку дорисовывают. И ответ вороны правильный. Сейчас я делаю такие задания в новой своей книге, но по грамоте. И Илькулин уже тогда предлагал давать детям задания, не имеющие решения. Притом это у него предлагал давать детям уже 6 лет. Это тоже критическое мышление. Мы в жизни должны понимать, что не все задачи решаются. И тогда мы даем новое. Это очень интересно. Мне это так нравится. Я так сильно под этим сейчас увлечена. И я работаю со многими педагогами. Поймите, я передаю опыт, а вы его внедряете, и в итоге это будет вашим творчеством. Да, и еще, что я хотела вам обязательно сказать. Я хочу вас вернуть чуть-чуть в 21 век. Но для этого вы должны почитать. Запишите быстренько. Навыки 21 века. Новая реальность в образовании. Навыки 21 века. Новая реальность в образовании. Хотя мы с вами уже 20 лет живем. И эти изменения идут, но они не всегда нам заметны. Но они идут. Автор Патрик Гриффин. Я прочитаю, что он написал. Это так созвучно мне и тому, что я сделала вот в начале 20 века. Он пишет. Переход к новообразовательной системе неизбежен. Учебные программы должны сначала внестить в себя преподавание новых навыков. Умение мыслить. Развитие креативного критического мышления. Потрясающе. И ему вторит наш русский специалист Тимур Жабаров. Он сооснователь лаборатории. Ну найдете, набирайте Тимур Жабаров. Жабаров. Потрясающе он сказал. Его статья называется «Как трансформировать систему образования». Ну вот сейчас, да. «Как трансформировать систему образования». Читаю, что он пишет. Найдете сами. Не пишем. Времени нет. Находить лидеров изменений, которые не будут разрушать систему, а начнут делать что-то новое внутри существующей системы. Я эти статьи прочитала на одном дыхании, потому что они делают то, что я говорю. Нельзя все разрушить. Нельзя отменить занятия. Нам их в 90-е годы отменили. И был ужас, дети пришли в школу неподготовленные. Хотя нам говорят, что да, дошкольный возраст, это самоценно, это не цель подготовка к школе. Да, это не подготовка к школе в прямом смысле этого слова. Но это тот этап, вспомнил этого, моего любимого, еще и Толстого тоже вместе с Ушинским. Ребенок до 5 лет усваивает информацию гораздо больше, чем за всю последующую жизнь. Если мы с вами правильно не дадим эту информацию, он будет это учиться в школе. Поэтому загинули чуть-чуть 21 день, а я говорю о традиции и своем опыте. И опыте своих предшественников. Моя грамота сделана на книгах Журовой, обучении дошкольников грамоте, книга 78-го года. Но мне не все там нравится. Там мало иллюстраций, там нет рабочих тетрадей, там нет психотворных текстов. Я вложила свое педагогическое, я в своих книгах. На научной базе у меня идет от Риконина и Журовой. Не пытайтесь делать без научной базы. Все, кто это пытался делать, они потерпели на книжном рынке Глядска. В средней группе фонематический слух. Нам 4-5 лет. Но тут уж на колбасе Лушинский. Но мы это мило перевели и перевела не я. Посмотрите, что он пишет. «Ключать внимание детяти, останавливаться на словах и звуках, их составляющих». Когда Лушинский. Если вы даже посмотрите программу «От рождения до школы», раздел «Звуковая культура речи», там все очень четко написано. Учить детей понимать, что слова звучат похоже, не похоже. Учить детей понимать, что слова бывают длинные и короткие. Учить детей понимать, что слова живут в звуке окружающего мира. У нас была потрясающая книга, к сожалению, автора не помню, звучащее слово, да, «Песенка жука», «Песенка мотора», «Песенка», «Песенка жука», «Песенка ветра», «Песенки насоса». У меня эти песенки тоже все перешли, и ведь все это задумано не просто так. Изолированное произношение звуков укрепляет органы артикуляционного аппарата. В советское время к пяти годам 85-90% детей правильно произносили звуки родного языка. А что мы сейчас имеем? Мы в три года имеем немых детей, мы имеем школу детей без фониматического слуха, слуха, пишущая и безграмотно. Мы упустились из детей на возраста. Мы обладаем удивительной способностью разрушать, а потом строить. Ясли, про церкви молчу, ясли разрушили, теперь мы строим и создаем институты, которые занимаются разработкой программ для обучения детей от уряда двух до трех. Было все. Надо было сохранить опыт, и вот не разрушить систему, а ставить инновации. Тоже и со школами. Читаю, какая-то школа инновационная, убрала из школы все парты. Стоп, ребенок сможет пять-шесть часов стоя учиться. Стоя нет, наверное, надо когда-то присесть, ему все-таки учиться писать стоя нельзя. Ну, грустненько. Посмотрите, что делает фониматический слух. Но это уже цитата Илькунина. Если вы ее сравните с цитатой Ужинского, то увидите, что она очень похожа, хотя разными словами. В 4-5 лет предполагается переориентировка детей со смысловой стороны речи на звуковую. Речь становится предметом специального изучения. Вы это видели в первой части моего вебинара, когда я вам показала. Сначала учим говорить стол, стул, мама, папа, все. А потом оказывается стол и стул – это слова, которые имеют одинаковую слоговую структуру, которые имеют по три одинаковых звука одинаковых. И они всего отличаются только одним глазным звуком. Вот сколько интересного дети узнают о словах. Кусочек из демонстрационного материала. Посмотрите. Систематизировать слова по заданным свойствам. Сначала учу. Не знаю-ка вот так. Название предметов, которые звучат похоже. Давайте их предметам все внести. Утенок, котенок, король, оборона, коза, коза. А рядом раз – пятый лист. А теперь вы назовите слова, которые звучат похоже. Ситуация, ситуация. Ребенок сам принимает решение. Принимает решение сам. Но сначала его надо научить, чтобы он принял решение. Я очень часто вижу книги, когда детям предлагаются задания, которые он выполнить не может. Не было обучения. В моих книгах вы такого не найдете. Он будет читать слова только из пройденных. Вот примеры просто заданий из книг. Там демонстрационный материал. А в тетради он из других слов. Лук, жук, санки, банки. Произносит, денет на слоги. Обогащает свой словарь. Стихотворение Песковского очень люблю. Есть сладкое слово конфеты. Есть быстрое слово ракеты. Есть слово колючий ежик. Есть слово пушистый снег. А дальше мы предлагаем детям назвать слова. Сладкие, быстрые, колючие, пушистые. Ну и подготовка руки ребенка к письму. Готовим, что? Иголочки учим рисовать. Пожалуйста, дети знакомятся с простейшим моделированием. Со слоговой моделью слова. Время быстро прогоним. Я, насколько понимаю, на презентации им отошли. Все, вы презентации все получите. Я хочу оставить место на вопросы. Вот уже вижу, как найти тетради. Расскажем. Все всегда в продаже есть. Мы следим за тем, чтобы книги были в Москве. На базах. И дальше теребите своих продавцов. Учим составлять слоговые схемы. И снова у нас создается игровая обучающая ситуация. Есть гном, который нуждается в помощи. Надо помочь ему соединить схемы со своими предметами. Но прошло до этого хорошее обучение. Старшая группа. А вот тут опять Ушинский. Приучить глаз и руку, и слух, и язык. И внимание. Видите, разлагать склады слова, представляемые в уме, произносимые, писанные, печатные. Все это есть в моих книгах. Звуки и буквы. Демонстрационный материал. Видите, сразу вводится моделирование. Вводится чтение слогов. Видите, работают со схемами. Ответ на единственный вопрос, который мне задал один раз слушательница курсов. Это было потрясающе. Она говорит, Елена Владимировна, почему вы говорите, что вы работаете по системе Лекомена, а порядок изучения звуков и букв у вас абсолютно другой. Далее вступает опять Конфуций. Конфуций пишет, на вопрос лучше всех может ответить тот, кто его задал. И эта милая красоточка не даст мне открыть рот. Ну, я немножко думаю, наверное, хуже, чем молодые. Она говорит, а я знаю, почему вы это сделали. Потому что такой подход дает наилучший эффект в обучении. Помните, я вам говорила, читайте рубрику от автора. Там у меня написано. Порядок я заимствовала из букваря Репкина. Репкин ученит Лекомена. Он продолжал его дело. Есть у Лекомена букварь обучения детей. И есть букварь у Лекомена. Я взяла только порядок изучения звуков и букв, потому что Репкин Лекомен давал А, Я, О, Ё, У, Ю и Э, Е. Детям это очень сложно, потому что А это один звук, а Я это два звука. У детей это не выходит ни в схемах, нигде. Мы с педагогами в 98-м я издала материал, решили, что мы детям не будем давать, что иотированные состоят из двух звуков. Мы даем только то, что иотированные буквы придают мягкой согласно. Мы слова с иотированием не даем детям для анализа. Со мной согласилась тысяча педагогов. Хотите по-другому, пожалуйста. Это мой опыт. Логопеды дают эту двоостяную функцию звуков. Не забывайте, логопед работает один, один с ребенком. А я делаю книги все-таки на группу. 20 и 25 детей. Вы каким-то образом умудряетесь пройти все это. Рабочую тетрадочку просто показываю. То, что все действительно здесь есть. Понимаю учебные задачи. Закройте только те предметы, обведи только те предметы, в названии которых есть звука. Сто в ту нападить не будем. Рисуем квадратики, пишем буквы, упражняем руку в письме. Тороплиц. Вот интересное задание с шариками. Задание детям сначала написать согласную, прочитать слову, а потом развивая внимание. Осознанный перенос зрительного внимания. Надо каждый шарик соединиться своим этажом, со своей квартирой. В каком домике они будут жить все вместе. Пишем, проводим звуковой анализ и пишем название предметов. И работаем со схемами. Вообще, вот работа со схемами, ее очень любят дети. Очень часто родителям это не нравится. Зачем это детям надо? Еще раз говорю, это аналитико-синтетический метод обучения детей. Мы не можем дать детям для анализа то, чего они не видят. Вот нарисовали синий-красный, синий-красный. Синий-красный, синий-красный. Мы можем сказать, мы можем найти ошибку. Если ребенок в воздух вам послал правильный ответ, он не видит ошибки. А здесь точно луна, 4 звука. Из них 2 гласных и 2 твердых согласных. Все понятно. И про консорение, и все. Читайте внимательно рубрику автора. Развитие интереса и способности в чтении. Первое просмотрели, мы ее видели. Установление звукобуквенного соответствия. Ну, наверное, только я могла придумать, дать звукобуквенный анализ на занятие, посвященном 8 марта. Но сначала будет хорошее стихотворение. Моей любимой Шарыгиной. Встану утром рано, поцелуй маму. Подарите этот букет. Лучше мамы друга нет. 3-4 ребенка его прочитают. Вся группа узнает неизвест. Они выбегают, я работала в последние 6 лет в Министерстве культуры. Мама в шоке. Дети запомнили. Далее дети пишут поздравления мамам своей. Да, я написала женщинам. Думаю, вдруг есть бабушка, вдруг есть сестра. Чтоб никого не обидеть. Букет цветов нарисован. Вот смотрите, когда я делаю книги, как я все продумывала. Детям надо нарисовать букет для мам. Часто дети, а мы не знаем, что такое букет. Подними глазки, посмотри, какой красивый букет. А ты можешь из пяти, да? Можем даже объяснить, почему бы не должно быть нечетное количество цветов. Ну, дети как-то на этом не зацикливаются. Ну, а дальше, что делают дети? Проводят звукобуквенный анализ. А на выходе, что они делают? Они читают пословица. Сердце матери лучше солнца греет. Когда меня спрашивают еще, чем отличаются ваши книги, я всегда говорю, они ориентированы на русскую культуру. Стихи, потешки, пословицы, поговорки и воспитательных моментов очень много. Доп-комплект. Быстренько сейчас мы про него пробежимся. Помните, вот то, что мы с вами видели. Сначала я планировала восемь книг. Потом наука сказала, что должна быть диагностика обязательно. Потом бы попросили демонстрационный материал. Потом бы попросили прописи. Потом бы попросили много-много чего. Встреча с вами. Я с 2006-го не работаю с детьми. Но общество, что работает с детьми, мне 34 года. Так что я могу смело говорить, что я ваша коллега. Сейчас вот на другом уровне работаю. И очень это мне нравится. Картиночку эти видели. Веселая грамматика тоже. Как будто эти картиночки видели. Смотрим. Предмет слова «Схема». Тоже очень любят. Знаете, мне что? Вот это было как бы инновацией. Это все книги писали с мной после 2000-го года. Как дополнительный комплект. И знаете, вы что заметили? Что если поначалу дополнительный комплект продавался тиражами 5-10 тысяч в год. Мы сейчас вышли на продажу 40-50 тысяч в год. Это говорит о том, что появляется как больше детей, способных выполнять вот эти задания. Ну, более сложные. Вот теперь появятся книги с возведением креативного и критического мышления. Ну, ждите. И дальше опять, вы любите Ушинский. Не будь Ушинского, я бы, наверное, не знала, что делать. Ну, я шучу, конечно. Приучить глаз и руку детяти к письму элементов. Я сейчас покажу вот свой комплект, который сделан по вашим многочисленным просьбам. То есть не участникам сегодняшнего вебинара, а теми педагогами, с которыми я встречалась. До сих пор помню, это Москва. Это Московский институт открытого образования, воспитатель и логопедических групп. Если вы внимательно смотрели, то в основном комплекте есть задания на подготовку к перевернему к письму. А через игровую форму, через задание игровых обучающих ситуаций. Я им все это рассказала, и вдруг мне воспитательница одна говорит, Илья Владимировна, логопеды, учат детей читать, а нам отдали подготовку к перевернему к письму. Мы хотим, чтобы это было в единой цепочке. Пожалуйста, у меня все было готово. Я-то не писала, у меня издатели очень просили написать в профсе. Так как я работаю все-таки не на родительский рынок, а на рынок детских садов и центров, скажем, то я считала, что на это у педагогов нет времени, и это продаваться не будет. Ну а я тот автор, который все-таки зациклен на то, чтобы мои книги продавались, и вы и вам нужны. После этого я за три недели, потому что у меня все материалы были, я все это делала в работе тифлопедагога. Но я-то как тифлопедагог работала индивидуально с детьми. Это разные подходы, абсолютно фронтальная работа индивидуальная. Делаю три тетради. У меня были прописи для детей 5-7 лет. Ну опять встречи на семинарах обожаю. Ну и говорю педагогам, я вас очень люблю. Мои книги сделаны не только с любовью к детям, но и с любовью к вам, чтобы вам было легче работать, интереснее мечтать и много-много добрых слов адрес-педагогов. И вдруг одна педагог говорит, Инна Владимировна, а вы нас ведь не любите. У меня глаза, конечно, лицо эмоциональное, я говорю, это почему нет? А почему вы написали прописи только для детей 5-7 лет? Мы с 5 лет купили, а в 6 годах закончили, а у нас дети еще в 6 лет остаются в группе. Я выполнила ее просьбу, а тут на помощь мне пришел, в общем-то, иконин, у которого есть работа для детей 6-7 лет, обучение письмо. Сейчас покажу, что сделала. Вот и есть сон. Девочки, понимаю, в 3-4 нельзя назвать прописи мне. И в 4-5 это не прописи. И вот слово прописи, наверное, да. Неприятным будет. Поэтому сначала будет моторика, развиваю тоже, но остается. Будут вот такие грибочки, будут белочки. Вы играете с ребенком. Художники вот были ювентовские, я им безумно благодарна. Карандаши четкого цвета. Дети, поговорите с ним. А, видите ножницы? Я вам так благодарна, с этим попросили. А ювента пошла мне навстречу. Уже были первые книжечки. И педагоги говорят, я им показываю еще книгу, которую мне дали печаль. Хвастаюсь, горжусь, я выполняю ваши просьбы. А уже по другой книге дети работали. И педагог говорит, Лена Владимировна, нельзя не отредить. Мы не можем отнять тетрадь у ребенка. Ему надо выполнить задание на одном листе, ну, отсылы на втором. А он не отдает. А ему 3-4 года, 4-5 особенно. И поэтому, сумеете по учебно-дисциплинарной модели отнять у ребенка тетрадочку в добрый путь? Не можете, отрезали ножничками, потом отдали родителям, предложили папочку вложить. Сейчас такие папки с файлами великолепные. Ну и предложите дома вложить им чистый лист, и пусть ребенок придумает, что он хотел еще так рисовать. Все. Я своими книгами никого не лишаю творчества. Я задаю некий алгоритм действия. Некоторый свой опыт работы, который вы можете обязательно переделать и вносить, вводить что-то свое. Я часто бываю чаще за рубежом, чем в России на сегодняшний день. Там не дают время посмотреть занятия с детьми. Что творят там педагоги, ум непостижимо. Мне даже не верится, что они работают по моим книгам. Дорисуй. Опять будет развитие моторики. И посмотрите, ребенок... Помните, я говорила о... Господи, ну что у нас такое ребенок? Да школьник не должен знать, что его чему-то учат. Посмотрите, какие линии он проведет в шариках. Вертикальные, горизонтальные, наклонные и волнистые. Вы можете назвать десятки букв, которые будут состоять из этих линий. А что делает ребенок? Он только заштриховывает шарики, помогает зверюшкам сделать все их шарики одинаковыми. Эмоциональный компонент есть, есть. Познавать ему есть. Линии сверху вниз, слева направо, наискосочек и волнистые. И вон у колобок, которому ребенок скажет, я хорошо занимался. Здесь ребенок сравнивает свою работу с ним образцом. Это самоконтроль и самооценка по зрительному образцу. Вот прописи 5-6 лет. Тут же мы переделаем. Посмотрите, тоже действует от героев сказок. Ворона предлагает дорисовать, написать, нарисовать. Все. Хочу Ваше обратить внимание на последнее задание в этой книге. Это переписываю с папочкой. У нее электронная почта на всех книгах. И пишите, отвечаю всем. Посмотрите, раскрасить только те овощи, на которых есть буква К. Поэтому, да, учу понимать учебную задачу и правильную ее выполнить. А мне здесь папочка, один ребенок, что пишет. А почему не надо закрашивать репку, морковку? Там же есть буква К. Стоп. Прочитайте задание. Когда я говорю «репка», у меня задание другое. Если бы я сказала, закрасить только те овощи, в названии которых есть бук К, то тогда бы закрасили бы репку и морковку. Не закрасили бы только помидор. Я бы еще, может быть, огурец нарисовала. Понятно, да? Ну, папе я ответила. Папа сказал, спасибо за объяснение. Я думала, вы мне не ответите. Я ему написала, что каждый культурный человек должен ответить на письмо. Он ему написал, что я очень рад, что вы выбрали вашу книгу и занятие своим ребенком. Я и здесь складываю вот эти задачи познавательной деятельности и развития внимания. Вообще, с точки зрения голосового садика, это осознанный перенос зрительного внимания с одного объекта на другой. Букву К написала крупно, он ее зафиксировал, и он должен ее найти на других объектах. Иногда ребенок просто пальчиком пробудит, иногда три-четыре раза глазки опустит, чтобы понять, что сделать. А иногда просто берет и даже помидор закрашивает. Наша задача понять, почему. Или он увидел, услышал, раскрасил, и раскрасил все подряд, или он не понимает, что на помидоре буква К не написано. Ну, пиши себе. Привет. 6-7 лет – это первая книга, в которой стоят 8 страниц. Я понимаю, что ребенка вводить в тетрадь с писем мне буквально не нужна, и я даю 14 страниц. Я очень люблю плоскостное мебельирование на плоскости. У меня по данной теме 3 книги. Геометрические фигуры, форма и цвет, и геометрия вокруг нас. Ну, и сюда внесла элементы. Да, посмотрите. Хотя мы говорим образец не даем, но если мы почитаем запорожца, он называл образец, цокольный этаж, школьные зрелости, дети по образцу. А дальше рыба по собственному выбору, или какой захочешь сам. И вот уже не колобок, а карандаши типовой. И ребенок вместе оценивает свою работу. И пошел АЭС, пишем буковки, потом проведем логические игры, упражнения, сравнение об общении, песня, и просто последняя, это как бы рекламная акция. Вот здесь очень много заданий современных по грамоте. Посмотрите. Поиск предметов по звуковой характеристике. Почему я это показываю? Зрительный самоконтроль и самооценку можно проводить еще по зрительному образцу. То, чего у меня нет в тех моих книгах, хотя наука это предлагает делать, задействовать слуховой и зрительный анализатор. Посмотрите, в левом уголке белый листик и закрыли. Есть загиб. Когда такой значок есть, загнули картинку, справа закрыли. Ребенок выполнил задание, вы разгибаете, и он сравнивает. И посмотрите, шарик внизу для самоконтроля и самооценки. Если он обвел собаку, слона, самки, то он рисует себе зеленый, закрашивает шарик зеленый цвет, если ошибся, то в красный, и проводите объяснение, почему он это сделал. Здесь уже две мягкие согласные, здесь уже слоговая структура слова, здесь уже написанные слова, а здесь очень интересное задание, которое дети любят. Поняли, да, что делает ребенок? Здесь обводит шар, здесь закрываем, открываем, и у него в квадрате должна быть написана цифра 7. Но чем не игровая обучающая ситуация? Но ничем развитие познавательных интересов. И вы увидели, что разве познавательная деятельность проходит на протяжении 4 лет с учетом возрастных особенностей детей. На сегодняшний день мы имеем разных детей и читайте перевод программы на язык реального педагогического процесса. Один пример, и перехожу к ответу на вопросы. Я издательство сделала мне час на книжной ярмарке на стенде, прибежал, прибежал, просто такой же единый вся, гордичный, как и я, и говорит, «Алел Владимировна, приехал поцеловать нашу ручку за ваши книги». «А почему бы написали, что надо месяц учить ребенка по тетради, а тогда я читать?» «Я-то своего за месяц научил». Все правильно. Первое. Он работал с ним индивидуально дома каждый день. И ребенок этого хотел. Если ребенок хочет, то он может работать и не 30 минут, и 40-50. Ну, я не всегда думаю, можно ли это делать, но если есть желание самого ребенка, то можно. У него по 30 минут, и за один месяц он учился читать. И дедушка приехал спросить меня, что делать с ним дальше. Он не знает. Поэтому это перевод. Ну, вот такие очень интересные задания со значками. Найдете его. Это вот в серии. Знаете, вот я очень удачно, сейчас еще раз вам ее покажу, издала эту серию. Я слушала Мариана Безрухых, и она пишет, что в работе с детьми в дошкольном возрасте мы мало уделяем внимания развитию произвольного внимания. Это надо делать обязательно. Это основа дальнейшего обучения не в школе. Я это делала, как просто тифлопедагог. Зрительное восприятие включает в себя внимание, мышление, память, развитие, речь. Поэтому вот так все сложилось. Я это издала задолго до того, как прослушала вебинар Мариана Безрухих. То есть еще призываю к чему? Учиться. Посмотрите на меня, я учусь за тифон, и делаю это с огромным удовольствием. С того желаю вам, а сейчас мы переходим, сейчас поблагодарим вас. Вот издательство Бино. Далеко, да? А вот спасибо за внимание, контакты. И теперь вопросы. Сделайте. Сейчас мне пока будет тут на экран. К сожалению, я сама еще это делать не умею. Девочки, пока не заинклюзивное образование первое, дели совсем недавно. Я думаю, что да. Посмотрите. Ведь я же делала свои книги работой дефлопедагогом. И первые мои три книги были адресованы детям с нарушениями зрения. Я просто убрала это. Ну, я иногда говорю, я без ложной скромности, как Мария Матесори ушла на норму. 17 лет работой дефлопедагогом. Второе. Понятий инклюзивить очень много. Я, честно, я же работала в системе детский сад для детей с нарушениями зрения. Логопед работал в системе логопедический детский сад. Умственно, задержка психического работали с детьми. Поэтому унижать педагогов, которые там оказались, с глазными детьми, пожалуйста, в инклюзии можно. Мои книги почему-то считают, что я с ним писала я умственно отстала в детей. Мои книги очень любят логопеды. Они почему-то считают, что я вообще синематический слух дала лучше, чем кто-либо. Поэтому я думаю, это должен решить педагог и попробовать. У меня же не было опыта в инклюзии. Так, стоп, девочки. Ну, да, быстро прогнала очень. Если у вас есть в руках хоть одна книга, вы ее переверните и на последней обложке даны все книги. Малышки, зеленый цвет, методические пособия есть только к основному комплекту. Это развитие звуковой культуры, развитие пневматического, развитие звукобуквенного и развитие интереса и способностей. Я говорю, что тетрадь и методичка живут вместе. Их нельзя разорвать отдельно. Если одна тетрадь, то вы лишите ребенка физкультный ноток, дополнительных стихотворений, дополнительных заданий. Если у вас только методическое пособие, то вы лишите той красоты, которая есть в тетрадях. Работать по одной методичке нельзя, ибо каждое задание в методическом пособии адресовано только в тетрадь. Демонстрационный материал, к сожалению, только в 2 возрастах. 4, 5, 6, и 5, 6, и 5, 7. Они у нас хорошо продаются, они давно сделаны. Я вообще просто не успеваю. Я иду в таком темпе. Просите вы меня подготовить ему группу и малышек, но никак. Никак. Очень много командировок. Я то вот в субботу была в Дубне, сегодня я здесь, 4 дня потом я в Риме, а дальше как как-то я работаю над книгами, вот похвасталась в виду. Может быть. Знаете, вот с этим действительно, с кошкой, с кошкой, не только с ней, появляются вот новые люди, которые нам вносят. Такой сумбур, для меня, конечно, кошка, ты, мужка. То есть согласны, да, и разделяют. Делят и так. Кто правильно, никто никого не убедит, нет единого мнения. Я с этим тоже сталкивалась не раз. Пока я делю, вот как вы написали, да, сколько, понимаете, вот мне нравится, что у нас наука не может договариваться. Она нас, честно говоря, запутает, да, так же, как он и она, так же, как ударение ставьте, где хотите. Уже Дуны решают эти вопросы, да, кто-то писал, думающие такие глупости, что не могут запомнить, что Копи это он, и решили сказать, что это оно. Поэтому, честно говоря, не знаю. Я не специалист, я делаю так, как учили у меня, и как есть в букварях, в других, откуда же мы берем информацию. Есть еще вопросы? Все. Ну, видите, чуть, а, девочки, у нас осталось чуть времени, я так дала. Первая просьба, внимательно все это просмотреть, еще раз дома, помедленнее. А, где-то был вопрос, где приобрести книги, да? Был. Девочки, ну, сейчас, по-моему, с этим нет проблем. Все магазины интернет торгуют моими книгами. Обратитесь к своим поставщикам. Я же бываю часто в регионах, у вас же есть вот магазины книжные, они работают очень интересно, меня многие к себе приглашают, и на базе их магазинов я провожу вебинары. По-разному книге можно заказать. Уже за границу книги берут, просто на самолетах едят. А я, помните, я вам говорила, учитесь, берите пример с меня, я ведь тоже до сих пор учусь, и я вам сказала, что я обожаю собирать цитаты, я обожаю собирать разные стихи, на одну и ту же тему, написанные в разные, разные времена. Поэтому теперь я вас призываю учиться, читаю, хотя это и на сайте, я лучше прочитаю. Сократ, я пишу даты, чтобы вы поняли, что в этом жизни, в мире ничего не меняется, и тогда надо было учиться. Сократ, 480-й год, до нашей эры, представить, когда это трудно, написала, более 2,5 миллионов лет, до нашей эры. Представляете, вот сколько помнит человека, меня бы хоть 100 лет, какие мои смерти, но помню я. Пишем, а дальше Амар Хаям, мой любимый, у него цитат немерено, могу на здесь прочитать. Много лет размышлял я над жизнью земной, непонятного не для меня подвинуло, мне известно, что мне ничего не известно, вот последняя правда, открытая мной. Я немножечко скажу вам такую вещь про себя. У меня был момент, когда я считала, что грамотную математику я знаю лучше всех. Слава Богу, это продлилось 2-3 месяца. Чем я больше работаю? Я работаю только в грамоте, в математике. Хотя лукавлю, потому что у меня есть коррекционно-развивающее обучение, у меня есть восприятие зрительное, у меня есть диагностика. Но грамотную математику более глобальна, потому что по 28 книг в каждом проекте. И вот тут я смело могу сказать, чем я больше над этим работаю, тем я меньше знаю. Я не могу ответить на вопрос, с какого времени надо начинать детей учат читать. Надо ли это пройти за один год или за два. В общем, я задаю себе сотни вопросов. Ну, это, наверное, дурно. Дальше казна прудков, мой любимый. Век живи, век учись. И мне за алхором кричит, и произнесся слово, и дураком умрешь. Это неправда. Это то, чем писал Задурнов, когда иностранцы просто коверкали наши муниципаты, наши пословицы, чтобы нас высветить в неприятном свете. Казма прудков, ну, знаем, что это три автора, объединились, это 1803-1863 год. Они писали, он, 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 да, ты мне, Казма, прудкова, все идет. Век живи, век учись. И ты, наконец, достигнешь того, чтобы подобному мудрецу иметь право сказать, что ты ничего не знаешь. На боку, Владимир, вот это я про себя так немножко говорю. Ну, что писал он? Я в достаточной мере горд тем, что знаю кое-что, чтобы скромно признаться, что не знаю всего. Вот это про меня. Ну, а дальше мой любимый Жванец. Вот видите, сколько у меня любимых людей. Жизнь. У меня сейчас есть много любимых. Дети, ты умный, то ты знаешь, что ты ничего не знаешь. И, наверное, вот последняя правда, открытая мной. И чуть-чуть позитива, можно? Я очень люблю Ларису Рубальскую, надеюсь, вы тоже. Это секварино вы найдете в интернете. Оно посвящено тем женщинам, которые себя не любят. Я сама себя, секварино называется, я сама себя нашла. И на этом мы с вами практики. До новых встреч я вам скажу. Я сама себя нашла. Я сама себе важна. Я сама себя открыла. Я сама себе нужна. Я сама с тобой дружу. Я себе стихи пишу. Я себе плохого слова больше в жизни не скажу. Я сама себя люблю. Я себе не нагрублю, потому что уважение без самой себя коплю. Без любимой, без меня не могу прожить и дня. Я с тобой неразлучна. Я кровиночка моя. Я с тобой поговорю, похвалю и пожлюю. Если в чем-то сомневаюсь, то уверенит в силу. Я могу с собой болтать, слабой вапочка порхать. Я могу парить, как птица, и меня не растоптать. Я с собой дорожу. Я удачу приношу. Я притягиваю счастье, а не счастье отложу. Я сама себе пою песню нежную свою. Так с тобой восхищаюсь, что порою устаю. Но вот это про меня точно. За собой дорогой я и воду, и вагой. И живу теперь с собой, как за камерной стеной. Среди множества забот лишь одно меня гнетет. От меня, от меня такую, вдруг да кто-то уйдет. Спасибо за внимание. Спасибо, что приняли участие в вебинаре. Я думаю, что мои книги вам просто помогут более качественной работы, переосмыслить то, что вы делаете, и создать тоже что-то новое. Удачи, творчества, успехов, наверное, большой любви. И с хорошей погодой. До свидания. Продолжение следует...